Всем привет, это Даша Кей, и сегодня я подготовила для вас туториал по таким, казалось бы, простым вещам, как сушка волос феном и накрутка волосного примития. Я вымыла волосы обычным способом. Промокнуть волосы полотенцем достаточно для предварительной сушки. Сам бренд Dyson дал возможность протестировать их в фен. Я использую насадку на фен, это для бережной сушки. С помощью магнита она присоединяется к фену. Выставляю среднюю мощность и среднюю температуру. По волосам нужно просто водить, не трясти фен. Как оказалось, это особенность этого фена, он не причинит вреда волосам, а волосы высохнут быстрее. Чтобы продолжить укладку, я буду использовать следующую насадку-концентратор вместе с брашингом. Эти 5 насадок идут в комплекте с феном, и у всех есть свой магнит. Легко цепляю насадку на фен, беру в руки брашинг и погнали! Это был мой первый опыт, и из своих впечатлений это очень легко. Фен просто пушинка. Волосы равномерно прогреты и высушены, поэтому, чтобы закрепить эффект, я воспользуюсь кнопкой подачи холодного воздуха в фене. Она находится под кнопкой включения. Просто удерживаю и распределяю по волосам. По сравнению с естественным высыханием, по-моему, отлично видна разница. С другой стороны, точно так же закрываю кутикулу волоса, чтобы они стали гладкие и блестящие, как справа. Распускаю остатки волос. Чтобы убрать запутанность, но не растянуть волосы, беру расческу гребень. Снова здорово! Берем в руки брашинг. Я его немножко прокручиваю, но делать это не обязательно, мне просто нравится и кажется, что усиливается так эффект. Волосы действительно выглядят как будто заламинированные. Очень гладкие, но не пересушенные. Вот именно этот эффект я бы хотела передать. Под прядь я положила брашинг, а сверху прошлась феном и вуаля! Объем, которого все ждали. Но я не очень люблю объем, поэтому я его подобрала. Такого я еще не видела. Это насадка для того, чтобы убирать пушистость. Она такой изогнутой формы, чтобы вот эти неприятные антенки, которые появляются на голове, пригладить. И, конечно, идеально для тех людей, у которых очень много маленьких непослушных волос, а брашинг их только еще больше пушит. Ну как вам эффект? Как выглядят волосы? По-моему, ни одной лишней волосинки я не вижу на белом фоне, и это шок. У этого фена забор воздуха снизу, поэтому там может скапливаться пыль. И чтобы он дольше служил, периодически открываете крышку, берете влажную салфетку и протираете полностью весь фильтр. Закрываю фен и перехожу к следующей простой прическе. Для следующего трюка нам понадобится термозащита, подходящая для горячих инструментов. Ее я распыляю по всем волосам. Беру расческу гребень для того, чтобы лучше смешать и дать впитаться этой термозащите. Выпрямитель Коралл с тремя температурными режимами, которые подходят для разных типов волос. Я поставила средний, 185 градусов. Выпрямитель беспроводной. Еще одна клевая мулька, что выпрямитель можно брать в самолет. Нужно лишь вытащить этот штекер, и можно брать с собой. Без провода заряда хватает до 30 минут. Укладку сделать точно успеем. А кто просто выпрямляет волосы, заряда будет достаточно. Жду, пока выпрямитель нагреется, он издает звук, и можно начинать укладку. Разделю волосы на две части. Мало кто говорит об этом, но чтобы сделать локоны на выпрямитель, нужно потренироваться. Я сделала пару локонов за кадром и показываю свой идеальный вариант. Я не поднимаю нижнюю часть ручки. Он за счет своего веса помогает мне закрутить прядь. Я всего лишь его ставлю, разворачиваю и иду в сторону. После того, как нижний слой закручен, я освобождаю верхний и проделываю все те же махинации, только от лица. Перед тем, как прядь попадет в упрямитель, волосы должны быть хорошо прочесаны. В этом фишка красивого блестящего локона. Проскользив выпрямителем по всей пряди, я закручиваю ее по направлению. Прядь остывает, фиксируется, и потом мы получаем упругий локон. В таком состоянии волосы должны находиться как минимум 5-10 минут. И мы можем не бояться взять крупный гребень и прочесать хорошенько все волосы, чтобы они стали пушистые. Начинаю расчесывать волосы от кончиков, передвигаясь к корням. Так волосы меньше тянутся, а значит локон сохраняется. Фиксирую все лаком. Вот такой вот результат у меня получился. Волосы остались живыми, не пересушились. Своего помощника закрываю и защелкиваю. Удачный результат укладки, это когда постоянно хочется трогать волосы. А с вами была Даша Кей, надеюсь это видео было вам полезно. Увидимся в следующих видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok